МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За разъяснениями мы обратились к заместителю начальника медико-санитарной части номер 135 Лидии Владимировне Штаней. Каким категориям граждан положено бесплатное лекарственное обеспечение из федерального бюджета? Лекарственное обеспечение предоставляется гражданам в соответствии с федеральным законом от 17 июля 1999 года номером 178. Это инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, инвалиды по заболеванию, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС. Как федеральные льготники могут реализовать свое право на получение лекарственных препаратов? Ежегодно до 1 октября гражданам предоставляется право оставить за собой бесплатное лекарственное обеспечение или получать ежемесячную денежную компенсацию. Если гражданин решил выбрать лекарственное обеспечение, он должен обратиться в территориальный орган пенсионного фонда. Лидия Владимировна, какие категории граждан обслуживаются за счет областного бюджета? Порядок лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, так называемых региональных льготников, определяется постановлением правительства номером 890 от 30 июля 1994 года и постановлением администрации Смоленской области от 13 февраля 2005 года номером 36. Кем утверждается перечень лекарственных препаратов для льготного и лекарственного обеспечения федеральных льготников? 30 декабря 2014 года вышло распоряжение правительства номером 2782Р, которое утверждает новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств на 2015 год. Данное распоряжение вступает в силу с 1 марта 2015 года. В перечень включены только те лекарственные препараты, клиническая эффективность которых доказана. Над перечнем работала группа экспертов. В него вошли 608 лекарственных препаратов, 67% из которых производятся на территории Российской Федерации. Перечень значительно расширен за счет жизненно необходимых дорогостоящих препаратов, но часть препаратов, которые раньше входили в данный перечень, исключены. Можно ли выписать подобный рецепт во время лечения больного стационара? Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, обеспечиваются лекарственными препаратами непосредственно в стационаре, поэтому выписка льготных лекарственных средств по рецептам им не производится. Что можно сделать, если назначенный по рецепту лекарственный препарат осуществуют в аптеке? При отсутствии в аптеке необходимого вам лекарственного препарата, сотрудник аптеки должен поставить данный препарат на отсроченное обслуживание. Он указывает дату постановки лекарственного препарата на отсрочное обслуживание на рецепте, ставит свою подпись и вносит лекарственный препарат в свой журнал. Как только лекарственный препарат поступает, сотрудник аптеки обязан вам позвонить по оставленному контактному телефону. Лекарственный препарат должен поступить в течение 10 дней. Если за 10 дней лекарственным препаратом вас не обеспечили, вы должны обратиться к вашему лечащему врачу, чтобы выписан был другой препарат подобного действия. Почему одно и то же лекарство выдают в аптеке с разными названиями? Лекарственные препараты назначаются и выписываются по международному непатентованному наименованию. Закупка лекарственных препаратов также осуществляется по международному непатентованному наименованию. Один и тот же лекарственный препарат может иметь несколько торговых наименований, но действия данных препаратов одинаковы. Лидия Владимировна, может ли врач выписать лекарства на период пребывания в санатории? В случаях, если курс лекарственной терапии длительный и вы в период получения лекарственных препаратов имеете возможность пролечиться в санатории, то лечащий врач выписывает вам лекарственный препарат на весь срок пребывания в санатории. Каков срок действия льготного рецепта? В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 11.75 Н, срок действия рецепта 1 месяц. Исключение составляют рецепты, выписанные лицам, достигшим пенсионного возраста, детям-инвалидам и инвалидам первой группы. Срок действия рецепта 3 месяца. Где и у кого можно получить информацию о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан? По вопросам лекарственного обеспечения вы всегда можете обратиться непосредственно к лечащему врачу, если у вас возникают какие-либо вопросы. Можете обратиться в сложных случаях ко мне. Мой телефон 3-11-16. Телефон горячей линии в медицинской части 135-3-10-30. Вам всегда дадут квалифицированный ответ. Телефон горячей линии в департаменте Смоленской области по здравоохранению. 8-48-12-38-72-57. Телефон горячей линии в аптечной сети ООО «Индустрия здоровья». 8-48-12-67-4151-60-4151-60-0809. Как на складские помещения «Индустрия здоровья», так и непосредственно в аптечную сеть вы можете ежедневно уточнить на официальном сайте «Индустрия здоровья». В настоящее время мы формируем заявку на лекарственные препараты для обеспечения федеральных и региональных льготников на второе полугодие 2015 года. Заявка формируется индивидуально под каждого льготника в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. Все лекарственные препараты заказываются по международному непатентованному наименованию. Мы формируем заявку на месяц и на 6 месяцев. Если же пациенту требуется препарат какого-то конкретного торгового наименования или не входящий в перечень жизненно необходимых лекарственных средств, либо же не входящий в стандарты медицинской помощи, данный препарат рекомендован пациенту в федеральном или областном лечебном учреждении, то мы направляем пациентов на консультацию главным внештатным специалистом Департамента Смоленской области по здравоохранению, который подтверждает необходимость в назначении и выписке пациенту данного препарата, и ходатайствуем о закупке препаратов в Департамент Смоленской области по здравоохранению. В 2014-2013 года все пациенты, которые нуждались в дорогостоящих жизненно необходимых препаратах, были обеспечены. Редактор субтитров А.Семкин